Здравствуйте! Это прямой эфир для абитуриентов. Сегодня мы поговорим о поступлении в Институт международных отношений Казанского Федерального Университета. Вы сможете узнать все о приемной кампании 2021. Напоминаю, что вы также можете задавать вопросы в инстаграм-аккаунте КФУ, а наши гости на них ответят. Сегодня у нас декан высшей школы международных отношений востоковедения Эльмира Гамильевна Хабибулина, заместитель декана высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Александр Анатольевич Хохлов и декан высшей школы иностранных языков и перевода Диана Рустамовна Сабирова. И для начала я предлагаю нашим гостям рассказать немного об Институте международных отношений. Добрый день! Институт международных отношений это три высшие школы, это 6 тысяч студентов, это 12 направлений подготовки, 25 языков и одна большая дружная семья. Я думаю, что сегодня мы расскажем конкретно о каждом отделении, в которых реализуется направление подготовки. Если вы позволите, я начну с нашей высшей школы, высшей школы международных отношений, истории востоковедения. На нашем отделении реализуются три направления подготовки. Если вы позволите, я хочу рассказать конкретно о каждом. Итак, первое направление подготовки – международные отношения. Здесь мы готовим будущих дипломатов, будущих наших, будущее нашей страны. На направление международных отношений мы набираем как бы бакалавриат, так и магистратуру, но также и даем возможность обучаться дальше в аспирантуре. Международные отношения – это направление подготовки, на котором реализуются три профиля подготовки. Общий профиль международные отношения, мировая политика, международный бизнес и международная топливная энергетическая безопасность. Как уже видно из названий профилей, студенты наши на третьем-четвертом курсе более подробно начинают изучать те или иные дисциплины, связанные непосредственно со своими профилями подготовки. Международные отношения – это направление подготовки, в котором реализуется обучение двух иностранных языков. В качестве второго иностранного мы всем предлагаем английский язык. Как же без него? А вот для тех, кто хочет уже конкретно знакомиться с регионами, мы предлагаем разные спектры языков. Это французский, немецкий, итальянский для европейских, западных групп. И также мы предлагаем восточные языки. Это турецкий, корейский, китайский, хинди, арабский и персидский языки. Как я уже сказала, четыре года наши бакалавры обучаются на этом направлении. И два года могут иметь возможность обучаться потом в магистратуре, где имеют возможность продолжать обучение языков иностранных, а также профилироваться по тем или иным программам подготовки. На магистратуре их всего шесть. И также есть очень интересная программа, которая полностью реализуется на английском языке. Студенты обучаются здесь полностью на англоязычных дисциплинах. Также стоит отметить, что это направление подготовки самое-самое интернациональное. И у нас обучается более 30% иностранных студентов, которые приезжают из более чем 50 стран. Следующее направление подготовки не менее интересное, а даже, наверное, волшебное, потому что связано в первую очередь с Востоком. Это направление подготовки востоковедения и африканистика. Ни для кого не секрет, что Казанская школа востоковедения является одной из самых старых, одной из самых традиционных. И еще с 1807 года, сразу через три года после открытия Казанского императорского университета, в стенах нашего родного вуза, начали преподавать востоковедение восточные языки. Что же мы предлагаем в этом году для наших абитуриентов? Наверное, задаетесь вопросом вы. Так вот, востоковедение и африканистика – это междисциплинарное направление подготовки, которое состоит из нескольких разных профилей. Языки страны Азии-Африки, как уже видно из названия, наши студенты будут углублены изучать язык, восточную методику преподавания, грамматический строй языка, а также некоторые дисциплины, связанные с переводом. Для тех, кто поступает на профиль языки страны Азии-Африки, мы предлагаем для изучения китайский, турецкий, корейский и арабский языки. Не менее интересный и не менее волшебный профиль истории стран Азии-Африки, где студенты наравне с восточным языком будут изучать историческое, историко-политическое, общественное развитие стран того региона, язык, который они будут изучать. Здесь мы предлагаем для наших абитуриентов китайский, корейский и персидский языки. Еще одно направление, очень новое, но уже довольно популярное, это экономика страны Азии-Африки, где наши студенты будут углубленно погружаться в экономическое развитие, экономические отношения восточных стран, конкретно той страны-язык, которую будут изучать, и, конечно, с внешним миром. Здесь мы предлагаем для наших абитуриентов изучать японский, вьетнамский и арабский языки. Уже не молодое, но в то же время достаточно интересное направление, профиль на направлении Востоковедни и африканистики, профиль академическое исламоведение с углубленным изучением восточных языков, в частности, арабского и персидского. Это не теология в чистом виде, чтобы вас не пугало направление именно исламоведения. Это профиль, где студенты наряду с изучением Востока будут изучать культуру, историю восточных стран, арабских стран, исламских мусульманских стран. Также у нас есть новый, но очень интересный профиль экономики и международные экономические отношения страны Азии и Африки. Здесь наши студенты будут изучать китайский язык и будут изучать корейский язык. Здесь мы также будем углубленно давать вам дисциплину, связанную с экономическим развитием, с международными экономическими отношениями. И стоит отметить, что данный профиль подготовки достаточно близок к направлению международных отношений. Студенты, которые завершают обучение по направлению подготовки востоковедения и африканистика, имеют возможность поступать в магистратуру не только на востоковедение, но и на международные отношения, чтобы углубленно изучать те или иные дисциплины. В четвертый год в этом году мы заявляем профиль политика и экономика тюркских народов с изучением турецкого языка. Стоит отметить, что на данный профиль мы набираем новый контракт, но он является целевым. Студенты, которые поступают на этот профиль подготовки, имеют возможность, обучаясь на контракте, не оплачивать, а оплата происходит за счет бюджета Республики Татарстан. Это будет отдельная конкурсная группа, и для студентов это очень хорошая возможность сохранить для себя еще на будущей возможность обучаться в дальнейшем и на бюджете. И третье направление подготовки очень молодое. Мы в этом году будем только второй раз делать набор, но тоже очень интересное и перспективное. Направление экономика. Профиль звучит как экономика стран азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Как уже видно из названия, наши будущие востоковеды будут углубленно изучать экономическое развитие стран АТЭС, экономические отношения стран АТЭС, ну и, конечно, восточные языки. Стоит отметить, говоря о востоковедении, африканистике, международных отношений экономики, независимо от того, какое направление подготовки выберут наши абитуриенты, они будут изучать два языка. А на ряде востоковедческих профилей, в частности, это языки страны Азии, Африки, истории страны Азии, Африки, нашим студентам еще будет предоставлена возможность изучать по выбору второй восточный язык на втором и третьем курсе. Если у вас будут вопросы, с радостью вам готовы ответить. Если вы позволите, я передаю слово моим коллегам. Спасибо. Спасибо вам большое. Ну, давайте начнем с самого часто задаваемого, наверное, вопроса. Когда начнется прием документов? Прием документов и даты приема документов. Даты, когда будут выходить приказы, лучше отслеживать на сайте. Мы сегодня уже рекомендуем нашим будущим абитуриентам зарегистрироваться на сайте Казанского федерального университета. В разделе «Буду студентом», где вы сможете отслеживать и все новости, которые будут опубликованы, и даты по приему документов, даты, когда открывается, когда закрывается прием документов, какие документы необходимо подать, и зарегистрировавшись, вы уже получаете статус абитуриента, а после того, как вы получите на руки результаты ЕГЭ, вы сможете еще и отслеживать свой статус, то есть уже знать, на какой позиции вы находитесь. Таким образом, будете получать свежую ежедневную информацию. Спасибо большое. А вот по поводу востоковедения и африканистики, также спрашивают, какой иностранный язык нужно сдавать, чтобы поступить? Для направления подготовки востоковедения и африканистики необходимо сдать три ЕГЭ. Три ЕГЭ – история, базовая у нас идет история, и русский – это обязательный. Но вот с этого года у нас есть новости, новшества, так скажем, в приемной кампании. Если раньше студенты сдавали иностранный язык, вне зависимости от какой это должен был быть иностранный язык, то в этом году можно сдавать, так скажем, через слэш, либо иностранный, либо общество знания. А, то есть можно поступить с результатами ЕГЭ по русскому, обществу знанию и иностранному языку. История общества знаний русский, либо история иностранный русский. Вот такой набор экзаменов на востоковедение и африканистики. Просто хочу добавить, что на международных отношениях все четыре ЕГЭ принимаются в качестве вступительных ЕГЭ. Спасибо большое. А про школу исторических наук и всемирного культурного наследия расскажите нам? Да, я несколько слов скажу. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо, что вы подключились. Наша высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия является одной из наиболее крупных школ, института международных отношений. Она включает в себя семь направлений подготовки со значительным количеством профилей. Если вы позволите, то мы с вами вкратце пробежимся. Первое направление – это зарубежное регионоведение. Включают в себя следующие профили подготовки. Это регионы и страны евро-атлантической цивилизации, афроазиатские исследования и германо-российские исследования. Вообще нужно отметить, что, конечно, зарубежное регионоведение – это одно из наиболее динамичных направлений, развивающихся в нашей высшей школе. Поскольку оно готовит специалистов по конкретным регионам, находящимся за рубежом Российской Федерации. Поскольку Российская Федерация сегодня достаточно активно проявляет себя на международной арене, спрос на специалистов данного профиля очень высокий. Хотелось бы сразу отметить, что в этом году у нас есть большой плюс. Он заключается в том, что у нас по сравнению с прошлым годом увеличилось количество бюджетных мест. Это является фактом. Поэтому этим самым мы вас можем порадовать. Следующее направление – это регионоведение России. Здесь аналогичная ситуация, но только готовятся специалисты по конкретному региону Российской Федерации. Важно отметить, что здесь очень качественная не только теоретическая, но и практическая подготовка. Дело в том, что выпускники этого направления будут задействованы в текущих процессах, которые происходят и в экономике, и в политике в регионах Российской Федерации, и в культуре, и так далее. Здесь, на этом направлении, у нас в этом году 12 бюджетных мест. Следующее, самое крупное, пожалуй, направление, дающее название, собственно, нашей высшей школе – это «История». В этом году у нас на это направление выделено 55 бюджетных мест. Оно включает в себя следующие профили подготовки, традиционные, по большому счету. Это всеобщая история, отечественная история, археология, история международных отношений и история тюркских народов. Вообще, следует отметить, что по направлению «История» у нас глубочайшая фундаментальная подготовка, поскольку высококомпетентный кадровый состав. Нужно понимать, что выпускники с этого направления, они находят себя не только в научно-исследовательских учреждениях, но с успехом трудоустраиваются и в государственных, и в муниципальных органах власти, аналитических центрах, средствах массовой информации на педагогической деятельности. Следующее направление – это педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Здесь у нас идет история и иностранные языки, европейский и восточный язык, и история и общество знания. Я думаю, это направление говорит само за себя, и оно готовит в том числе специалистов для системы народного образования. Здесь, по ходу, хотелось бы отметить, что количество бюджетных мест в этом году тоже по сравнению с прошлым возросло, в этом году их 25. Интересным моментом в данном случае представляется то, что в нашей высшей школе, так же, как и у коллег, одним из приоритетов является качественная лингвистическая подготовка наших студентов. Есть возможность изучения как современных европейских, так и восточных языков – арабский, персидский и так далее. Следующее направление подготовки – это антропология и этнология. Сразу хочу сказать, что в нашем институте не занимаются подготовкой специалистов в области физической антропологии. На нашем направлении готовят специалистов по культурной и социальной антропологии. В данном случае интерес особый представляет подготовка специалистов в области межнациональных, межконфессиональных отношений, в области государственной безопасности. В связи с этим выпускники с этого направления нередко трудоустраиваются, например, в органы государственной власти, правоохранительных органов, в аналитических центрах, анализирующих ситуацию по межнациональным отношениям в Российской Федерации и за ее пределами. Согласитесь, сегодня это одно из самых актуальных направлений, учитывая особенно характер Российской Федерации как одного из наиболее многоэтничных государств в мире. Следующее направление это культурология. Здесь следует сказать, что культурология, концепция этой программы, она заключается в том, чтобы подготовить высоко компетентных специалистов в области истории, культуры, искусств, эстетики и музейного дела в том числе. И последнее замыкающее направление это туризм. Ну согласитесь, что также одно из наиболее динамичных направлений, сегодня развивающихся как в Российской Федерации, так и за ее пределами. В данном случае в нашем плане речь идет о международном туризме. Традиционно это направление пользуется наибольшим спросом, хотя следует сказать, что здесь у нас в этом текущем году выделено всего 15 бюджетных мест. Дорогие друзья, если у вас возникнет потребность и необходимость получения более точных и конкретных цифр по каждому направлению, а также более полной и объективной информации, вы можете ее всегда в любой момент подчеркнуть на нашем сайте, на котором вся эта информация представлена. Спасибо большое. Спасибо вам. И давайте сейчас краткий экскурс в Высшую школу иностранных языков и перевода. Добрый день, уважаемые присутствующие, уважаемые слушатели. Представляю Высшую школу иностранных языков и перевода. И не постесняюсь сказать, что это одно из самых крупных подразделений, которые обеспечивают языковую подготовку в Приволжском федеральном округе. Высшая школа иностранных языков и перевода это 200 преподавателей, доктора наук, кандидаты наук. Это 14 институтов, в которых мы обеспечим языковое образование и 2200 студентов направления лингвистика. В нашей высшей школе мы реализуем одно направление лингвистика, которое представлено и на бакалавриате, и в магистратуре. Сегодня разговор про бакалавриат. Это две формы, очная и очно-заочная, или как мы называем ее по-домашнему и любя, вечерняя форма. Количество бюджетных мест у нас в этом году возросло по сравнению с прошлым годом. На очной форме обучения у нас будет 35 бюджетных мест. На очно-заочной форме это 18 бюджетных мест. И у нас реализуются два профиля подготовки. Первый профиль это теория методика преподавания иностранных языков и культур, который выступает в качестве альтернативы для педагогического образования. Но на педагогическом образовании обычно получают подготовку в течение пяти лет бакалавриата. На нашем профиле теория методика преподавания иностранных языков и культуры, или как мы его называем по-домашнему и любя, ТИМ, мы обучаем студентов 4 года. Сначала должна говориться, что все наши студенты бакалавра изучают три иностранных языка. Причем мы проводим такую языковую политику, при которой студент, который избирает для изучения в качестве первого и второго иностранного языка европейский язык, начиная с третьего курса, изучает, выбирая для изучения восточный язык. Если студент выбрал в качестве первого и второго иностранного языка английский, а он у нас обязательный для всех, и восточный язык, то в качестве третьего языка для изучения обязательно будет предложен европейский. Таким образом, по окончании четырехлетнего срока обучения наши выпускники выходят со знанием двух европейских и одного восточного языка. И второй профиль подготовки основной и самый такой всеми любимый, это профиль перевода и переводоведения. Наверняка всех заинтересует вопрос, какие языковые комбинации мы предлагаем на 21 год набора. На профиле теории методика преподавания иностранных языков и культур, причем это касается как очной, так и очно-заочной формы, мы предлагаем в качестве основного языка, так было всегда, английский язык. В качестве второго языка мы предлагаем языки, которые представлены в школах Российской Федерации и Республики Татарстан в частности. Значит, в качестве второго языка в этом году мы предлагаем немецкий, французский, испанский. Это что касается западноевропейских языков, что касается восточных, это китайский, арабский, турецкий. Если мы будем говорить про профиль перевода и перевода ведения, на самом деле у нас здесь таких 4 основных комбинации. Комбинация с основным испанским языком и вторым английским, комбинация основной немецкий и второй английский, комбинация основной французский и английский. Для кого эти комбинации не надо бояться, что мы обязательно ждем ЕГЭ по испанскому, немецкому и французскому языкам? У нас ЕГЭ иностранный язык как конкурсный, профильный, затем общество знания через слэш история и русский язык. Для кого мы предлагаем эти профили не с английским основным языком? Мы предлагаем для тех, которые в школе изучали, да, действительно 11 лет английский язык, имеют хороший, достаточно высокий уровень владения английским языком. Мы предлагаем таким абитуриентам переключиться на новый для них иностранный язык, выбрать его в качестве основного, потому что это не секрет, это общеизвестный факт, что количество часов, которое выделяется на изучение основного языка, гораздо больше, чем по изучению второго иностранного языка. Не нужно бояться, что английский вы забудете. Я всегда говорю, раз вы его изучили, он будет с вами всегда до конца вашей жизни, даже если вы хотите его забыть, вы его не забудете. Тем более, что с нами это невозможно. Он будет у вас всегда с первого курса и до самого окончания, но он будет поддерживаться, совершенствоваться. Но новый для вас иностранный язык, который будет выступать в качестве первого, такое большое количество часов позволит вам с нулевого уровня прыгнуть, как мы говорим, на очень хороший, приличный уровень владения языком, который позволит вам в дальнейшем участвовать в различных грантовых программах, в языковых стажировках, претендовать на обучение за рубежом и претендовать на обучение даже на магистратуре, в магистратуре зарубежных вузов. И еще один такой подпрофиль, как мы его называем, английский, основной. И в качестве второго иностранного языка на 21 год набора мы предлагаем следующие западноевропейские языки. Это немецкий, французский, португальский. В качестве восточных языков мы предлагаем китайский, арабский, турецкий, корейский, персидский, хинди. И, конечно же, русский, как иностранный, для наших иностранных студентов. Эти же комбинации, которые я перечислила для очной формы обучения, распространяются и на нашу очно-заочную форму. Вот, пожалуй, наверное, та краткая информация, которую мы можем озвучить на данный момент. Спасибо огромное. И мы готовы к ответу на вопросы. Да, давайте перейдем к вопросам. И вот вопрос. При поступлении на лингвистику теория перевода, какие вступительные испытания еще надо пройти вместе с ЕГЭ? Теория перевода, так называется, наша магистрская программа. Мы, наверное, сейчас говорим про бакалавриат. Это направление лингвистика, профиль перевода, перевода, ведение. Значит, основной профильный конкурсный экзамен у нас иностранный язык. В качестве второго ЕГЭ мы всегда предлагали общество знания. Но, как Эльмира Камильевна сказала, совершенно верно, новинка этого года, что через слэш мы предлагаем историю. И в качестве третьего ЕГЭ, это тоже уже для всех известный, ЕГЭ по русскому языку. Какой средний балл был в прошлом году на историю? Большой ли туда конкурс и сколько бюджетных мест предусмотрено в этом году? На историю в этом году предусмотрено 55 бюджетных мест. Я уже об этом говорил. О том, какой балл был в прошлом году, я сейчас даже не вспомню. Информацию можно получить на нашем официальном сайте. То есть, эта информация есть. Что касается года текущего, средний балл, он будет виден уже по результатам приема. То есть, это такая категория, которая плавающая. У меня вопрос о направлении иностранный, вот английский язык, заочная форма. Можно ли будет перевестись на дистанционное обучение на любом курсе? У нас нет заочной формы обучения. Это только магистрская программа. В магистратуре у нас есть очная и заочная форма. Также спрашивают, возможно ли разделять оплату за обучение? Да, это предусмотрено нашими договорными отношениями с нашими студентами. Как правило, если есть такая необходимость и сложилась ситуация, студенты первого курса оплачиваются обучение за первый семестр до заключения, заключают договоры до выхода первого приказа. И вторую часть, плату за обучение во втором семестре, они должны будут нести до 1 ноября текущего учебного года. Что касается второго, третьего и четвертого курсов, мы можем озвучить так, что плата за обучение за первый семестр всегда должна поступать до начала учебы, до начала первого семестра, то есть до 1 сентября. Что касается платы за второй семестр, она должна поступить до 1 февраля учебного года, то есть до начала учебного семестра. Также сколько лет учиться на базе бакалавриата по экономике? Любая программа бакалаврская у нас предполагает 4 года обучения, поэтому так же, как и многие бакалаврские программы, ребята поступают на первый курс и через 4 года имеют возможность получить диплом бакалавра. И также элементарный вопрос, сколько раз в году проходят сессии? От сессии до сессии живут студенты весело 2 раза в год, да, у нас есть зимняя сессия, есть летняя сессия, стандартно, как и во всех вузах России. Спасибо. Могут ли иностранцы поступить на бюджет? Есть ряд стран, которые имеют возможность, то есть студенты ряда стран могут поступать, эту всю информацию они могут узнавать в приемной компании, в приемной комиссии, либо на сайте, либо позвонив по телефону горячей линии. То есть здесь необходимо подтвердить статус, либо статус гражданина Российской Федерации, либо есть ряд квот для стран. И очень хорошие возможности у нас предоставляют по линии Россотрудничества, то есть это уже наши центры, российские центры науки и культуры в разных странах, они проводят отборочные испытания, и по результатам этих отборочных испытаний иностранцы поступают на безвозмездной основе. Спасибо. Следующий вопрос. Есть ли у вас экспресс-курсы, курсы подготовки к ЕГЭ? Курсы по подготовке к ЕГЭ есть. У нас есть центр Юниверсум, центр компетенции Юниверсум, который функционирует при Институте международных отношений, и наряду с разными языковыми программами, программами профессиональной подготовки, там также осуществляется подготовка к ЕГЭ, по истории, по обществознанию. Также можно всю подробную информацию узнать на нашем сайте. Также спрашивают, какие экзамены нужно сдавать, чтобы поступить на антропологию и этнологию? Ну, на антропологию у нас традиционные экзамены, прежде всего базовая это история, общество знания и иностранный или русский язык. Подскажите, пожалуйста, какие условия приема в магистратуру на направление лингвистика, профиль теории и методика преподавания иностранных языков и культур? У нас вступительное испытание, которое, как правило, проходит в течение первой недели августа. Это устный экзамен, это устные вступительные испытания. Понятно, что программа вступительного испытания вывешена уже давно, еще в октябре 2020 года. Я могу сказать, что, как правило, она состоит, не она состоит, а экзаменационный билет вступительный состоит из двух позиций. Это ответ на один из теоретических вопросов, которые тоже представлены на сайте, их всего 14. И второе, это стилистический анализ текста. Расскажите, пожалуйста, про направление экономика в вашем институте. Что там изучают студенты, большой ли конкурс на это направление? Это направление достаточно новое, мы будем набирать только второй раз. И, так скажем, у нас есть целый институт экономики правления, правило, который предоставляет возможность обучаться по этому направлению подготовки. У нас это профиль на экономике, связанность прежде всего со странами АТС, с изучением Востока, как я уже сказала. Мы все три направления подготовки переплетаем, и они тем или иным образом все-таки имеют связь с Востоком. Поэтому здесь студенты изучают базовые дисциплины, которые предполагаются федеральным стандартам по экономике, но к тому же имеют возможность изучения европейского либо восточного языка. И, конечно, углубленно изучают на третьем-четвертом курсе дисциплины, которые непосредственно связаны с экономическим развитием и сотрудничеством азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Можно ли узнать электронную почту факультета лингвистики? Она есть на сайте, это электронная почта нашего деканата. Будет ли возможность выбрать помимо английского языка второй язык корейский, если поступаешь на переводчика? И уточнено, что на сайте КАФУ написано, что это возможно, но все же этот человек хочет уточнить. Да, мы сейчас ответим человеку. Если он хочет уточнить, мы ему говорим, что у нас профиль английский второй иностранный при наборе на 2021 году подразумевается, что корейский будет включен в качестве второго иностранного языка. Мы максимально хотим удовлетворить пожелания всех наших абитуриентов, но еще раз говорю, что если есть комбинации языковые, где большое количество желающих, а мы, например, знаем, я не буду сейчас говорить языки, чтобы никого не ущемлять и никого не обижать, есть традиционные языки, которые пользуются большим спросом, в таком случае мы будем отбирать в такие группы абитуриентов с более высокими баллами ЕГЭ. То есть здесь уже будет вступать вот такой негласный конкурс по ЕГЭ. А вообще я должна была сказать с самого начала, что у нас на каждом профиле предусмотрены группы повышенной академической нагрузки, как мы их называем, паны. Мы предлагаем таким студентам, у которых действительно очень хорошие баллы ЕГЭ, особенно по иностранному языку, это 90+, 95+. И мы их стараемся объединять в одну группу, как правило, это группы со вторым немецким и французским языками. Хорошо, спасибо. А также вот вопрос поступает, есть ли вообще возможность у студентов стажироваться за рубежом, как у переводчиков, так и вообще у других направлений? Конечно. А возможность всех стажировок, информация, как правило, вывешивается осенью, когда они будут на первом курсе. Это сайт департамента внешних связей. И мы всегда поддерживаем, что если наши студенты выбирают какие-то стажировки и грантовые программы, которые поддерживаются нашим университетом, поскольку мы действительно всегда поддерживаем тех, которые едут в вузы, у которых заключен договор с Казанским федеральным университетом. Потому что это тысяча процентов гарантии, что все сложится так, как об этом заявляют университеты. А сейчас в условиях ковида это как-то реализовывается? Ну, сначала мы ждем этих студентов, чтобы они поступили к нам на первый курс. Когда они поступят и будут студентами, они посмотрят на сайт. Если у них будут вопросы, мы на них ответим. Пока до осени у нас еще есть как минимум полгода. Я хотел бы только заметить, что количество стажировок, направлений у нас огромное количество. Особенно у нашего Института международных отношений. Ну, само название говорит за себя, да? Поэтому из чего выбирать, конечно, есть. А в каких странах вообще стажировки? У нас традиционно, ну, например, по нашей высшей школе мы можем говорить, что это, конечно, Германия. Это прежде всего. Ну, есть и другие европейские страны, азиатские страны и так далее. То есть система международного сотрудничества, да, она у нас поставлена на очень хорошем уровне. И даже ситуация с коронавирусом, она несколько, скажем так, осложнила вот это вот взаимодействие, сотрудничество. Но в общем и целом, скажем так, наш Институт показал, что он хорошо вышел из этой ситуации, и сейчас все налаживается. Надеемся, что все будет хорошо. А много вообще иностранных студентов обучаются в Институте? Да, в Институте вообще очень много. Я вот за коллег не буду говорить, но даже в нашей высшей школе огромное количество иностранных студентов обучается. Причем представители абсолютно разных регионов. Это не только европейские государства, это и Южная Европа в том числе. Это даже Юго-Восточная Азия у нас обучаются студенты. Есть студенты из Китая, Восточной Азии, из Индонезии, и даже есть студенты из Южной Америки, конечно, это Бразилия и другие южноамериканские государства. Здорово. Такой еще интересный вопрос. Сколько человек проживает у вас в комнате общежития? Есть ли разница в количестве человек между бакалавриатом и магистратурой? Стоит отметить, что в Казанском федеральном университете для всех студентов, вне зависимости от того, на бюджете они обучаются, на контракте предоставляется место в деревне универсиады. Дети у нас проживают, студенты проживают в колоссальных, шикарных условиях. Стоит отметить, что это совершенно новый кампус, который был построен еще только в 2013 году для проведения универсиады в Казани. И каждый студент, как я уже сказала, вне зависимости от того, на контрактной или бюджетной форме он обучается, они имеют возможность проживать там. Комнаты небольшие, 2, 3, 4 максимум человека могут проживать в комнатах. Стоит отметить, что комнаты оснащены мебелью, собственной кухней, всеми возможностями. И стоит отметить, что не только комнаты у нас хорошие, это еще полностью комфортная инфраструктура для проживания. Это трикмахерские, кафе, спортивные площадки, своя почта. И в общем, это город в городе, где студенты чувствуют себя очень комфортно. Да, спасибо огромное. Также я не знаю, кому адресован этот вопрос, но написано, сколько у вас бюджетных мест на бакалавриате и с какими результатами ЕГЭ к вам можно поступить? Каждое направление подготовки предполагает свое количество бюджетных мест. О более конкретной цифре человек может узнать, абитуриент может узнать также на сайте. В разделе, где есть цифры приема, напротив каждого направления подготовки прописано, сколько у нас бюджетных, сколько льготных мест, если, например, абитуриент претендует на какую-то льготу, и сколько коммерческих мест набора. Также количество баллов ЕГЭ, средний балл ЕГЭ, высший балл ЕГЭ или низший балл ЕГЭ при поступлении на бакалавриате, как уже коллега отметил, он меняется из года в год. Наши проходные баллы студенты, абитуриенты делают сами в год поступления, но если им интересна прошлогодняя цифра, они, конечно, их могут узнать также на сайте, где все опубликовано. А большой вообще конкурс для поступления на бакалавр именно в Институты международных отношений? Конкурс очень большой, в зависимости, опять-таки, от каждого направления подготовки, от количества бюджетных мест, то есть, ну, 10, 12, 13 человек – это средний конкурс, который, в принципе, ежегодно мы видим. Спасибо вам огромное. Ну, в принципе, у меня вопросы закончились, у нас в прямом эфире у зрителей тоже вопросов больше нет, поэтому мы благодарим вас за ответы, желаем вам хорошего продолжения дня. А мы желаем нашим абитуриентам успешно доучиться этот год, сдать ЕГЭ с супервысокими баллами, и ждем вас в июне месяце уже в приемной комиссии, а в сентябре за нашими партами в качестве студентов Института международных отношений Казанского федерального университета. До скорой встречи! С вами был Инсталайф Института международных отношений. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!